Продолжение следует... 208 раз полицейские задерживали граждан за распитие спиртного в общественных местах. В 79 случаях полицейские принимали меры в отношении несовершеннолетних, которые находились вне дома в ночное время. Кроме того, стражи порядка зафиксировали 42 факта противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений. За три дня УПМ правоохранители составили 71 протокол за мелкое хулиганство. Особое внимание в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Право порядок» было уделено выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. В результате на дорогах области зафиксировано 163 нарушения ПДД со стороны пешеходов, 116 фактов превышения скорости, 24 нарушения проезда пешеходных переходов. Также задержано 5 лиц, управляющих транспортными средствами, будучи ранее лишенными права управления, и 13 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Также задержано 5 лиц, управлявших транспортными средствами, будучи ранее лишенными права управления, и 13 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Встречу с трудовым коллективом филиала «Есельсу» провели сотрудники 2-го отдела полиции города Петропавловска. Они говорили о профилактике интернет-мошенничеств. В психологии человека они очень хорошо знают, как с кем разговаривать. Если, допустим, человек настроен, знает о том, что это мошенники, все, они сразу же прекращают разговор. Если вы же их просите о том, чтобы они вам дали информацию на государственном языке, тоже сразу диалог между вами прекращается. Основной посыл в том, чтобы люди не только всегда были морально готовы к неожиданному звонку аферистов, но и рассказывали своим близким и соседям о том, чтобы в подобной ситуации необходимо сбрасывать вызов, либо прекращать переписку, немедленно перезвонить в кулцентр своего банка и на номер 102. Спасибо сотрудникам полиции, что провели такую беседу профилактическую с нашими сотрудниками филиала. Это полезно, я считаю, что информация была очень полезна, так как многие граждане наши не знают об интернет-мошенничествах. Я, например, лично по себе, думаю, сейчас приду и лично своей маме сообщу, так как под эту категорию пожилых граждан у вас попадается найти уловки мошенников. Сегодня самая эффективная модель поведения – это когда человек, которому звонят злоумышленники, не спешит с принятием финансовых решений, не передает мошенникам никаких персональных данных и перепроверяет информацию через кулцентр своего банка. Сегодня мы рассказали об основных влогах мошенников, которые звонят на телефоны и сообщают о том, что якобы их близкие родственники попали в дорожно-транспортные происшествия, и для того, чтобы не возбуждать уголовные дела, требовали с них определенную сумму денег. Такие встречи мы проводим часто. Для некоторых это не является новым, потому что они ранее были предупреждены об этом. С начала года в Североказахстанской области зарегистрировано 442 факта интернет-мошенничества, из них 348 по городу Петропавловску. Для защиты прав предпринимателей в областной прокуратуре создана специальная мобильная группа. О своей работе сотрудники рассказали на совещании. В этом году поступило свыше 70 обращений от предпринимателей о нарушении их прав. Чаще всего они жалуются на незаконные действия со стороны акиматов, органов госдоходов, полиции. Но в половине случая факты не подтвердились. Еще около 30 бизнесменов получили разъяснение, и только 5 сигналов нашли свое подтверждение. 20 февраля 2023 года на телефон мобильной группы прокуратуры Макжан Жумабаева было установлено, что в отношении него управлением санитарно-эпидемиологического контроля вынесено предписание об устранении нарушений законности. Мобильной группой было установлено, что данное предписание незаконное, так как оно противоречит требованиям предпринимательского кодекса. В статье 152 предпринимательского кодекса указано, что предписание выносится только по результатам проверок. Но никакой проверки не было. Более того, выяснилось, что предприниматель сам обратился в управление, чтобы получить санитарное заключение. Должностное лицо получило штраф в 172 тысячи тенге. Столкнулся с несправедливостью и бизнесмен в Петропавловске. Его права нарушили в областном центре крови. В прокуратуру города Петропавловска в январе текущего года поступил сигнал от ИП о нарушении его прав, основанном на ограничении участия в госзакупках. То есть, когда предприниматель, участвуя в госзакупках, принес все свои документы и его незаконно ограничили в участии. То есть, его конверт с необходимым документом не вскрыли, ссылаясь на то, что у этого предпринимателя отсутствует доверенность от руководителя этого ИП. После госзакупку отменили предпринимателя, допустили к участию. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Всего такое наказание за нарушение прав предпринимателей в этом году понесли 4 человека. Сегодня в 11.51 на пульт 101 поступило сообщение о том, что по адресу Васильева 123 в здании корпуса кардиологии запах дыма. Незамедлительно к месту пожара были направлены 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По прибытию персонал это 60 человек эвакуировали. Возгорание в шахте Листа ликвидировали в 13 часов 3 минуты. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова